20 мая в столице открылся Московский онкологический форум, организатором которого выступило правительство Москвы. Его открыли мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Очень рад, что наше онкологическое сообщество выступило инициатором такого серьезного форума, в котором присутствуют ведущие специалисты в области онкологии Московского здравоохранения, федерального, а также мировые эксперты. Очень важное начинание, которое, наверное, создав новую площадку для обмена опытом, знаниями и передовыми технологиями. Министр здравоохранения в своем выступлении отметил, что идеология развития онкологической помощи, разработанная в столичном департаменте здравоохранения, казалась фантастической, но она уже работает, включая модернизацию инфраструктуры и внедрение новых информационных технологий. Организация инфраструктуры, процессы и качество результата. Без этого система качества не может быть выстроена. И, конечно, сегодня новый четвертый пункт – это информационная система. Пациент не должен быть потерян и должен быть на всем продолжении течения заболевания окружен максимум внимания. В настоящее время в столице перестраиваются все процессы, связанные с оказанием онкологической помощи. Все человечество стоит на пороге глобальных стратегических изменений всех человеческих важных. Данные цифры становятся основным бизнес-картизмом, основным источником знаний, денег. Невозможно произвести эти изменения в бизнес-картизмом. Понятно, что цифровизация и цифровая трансформация в первую очередь затрагивает сферы рыночные. Но, безусловно, даже для таких сложных отраслей, и сложных отраслей, скажем, консервативных отраслей, как здравоохранение, цифровая трансформация обязательно в ближайшее время. Потому что изменился клиент, изменился пациент, он больше не хочет сдать, он не хочет ходить в полиэтиленку, он хочет получать услуги быстро, он хочет, чтобы всегда у него были права. Первый Московский онкологический форум – это, прежде всего, возможность подвести промежуточные итоги реструктуризации и изменения порядков оказания онкологической помощи в столице. Это крайне важное мероприятие, потому что оно позволяет понять, какой путь мы прошли, в каком направлении мы движемся, обсудить планы на будущее, сблизить позиции, обсудить те возможности и те необходимости, которые у нас есть в взаимодействии друг с другом. Форуму предшествовали особые обстоятельства. Весь прошедший год специалисты в области здравоохранения, наряду с работой по основному профилю, были вынуждены осваивать новый – лечение больных ковидом. Должен сказать, что служба онкологическая под парадонажем Министерства здравоохранения лично министра не подкачала, не закрылось ни одно онкологическое учреждение. В ней все 92 диспансера и онкологические больницы работали. Более того, не упало по количеству пациентов, которым была оказана специализированная онкологическая помощь. При этом мы продолжали телевосты с нашими коллегами за рубежом. Подобные форумы позволяют развивать не только медицинскую науку, но и организацию здравоохранения. Сижу в кабинете врача и никуда не ходить – это очень тяжело. Так что эта акция в парках не только, что там будет большая доля людей, но и осведомленность, что это надо сделать. Эта постоянная среда, которая их подталкивает, чтобы заботиться о своем здоровье, очень важная. Московский онкологический форум собрал представителей многих медицинских специальностей. Дело на пути успеха – это объединение специалистов. Объединение специалистов, вы знаете, это, в общем, на самом деле проблема не только России, но это проблема и Италии, и проблема других стран. Почему? По той простой причине, что это начинается, в общем-то, с медицинской школы, это начинается с медицинского образования. Если хотите, форум для меня, как для главного специалиста, представляет уникальную возможность для наших специалистов именно обрести вот это вот единение, если хотите, разных специальностей. По оценкам участников форума, наиболее заметные изменения, произошедшие в онкологической службе столицы за последние 2-3 года. После изменений, которые произошли, все самые современные методы лекарственного лечения стали доступны для москвичей, и я не побоюсь этого слова, таких мегаполисов в мире, единицы, наверное, таких как Москва, по доступности самого-самого современного лечения. И вот здесь этим можно гордиться, и это действительно заслуга руководства города. Они обратили внимание на эту проблему и, в общем-то, блестяще ее решили. Самые современные препараты погрузили в систему обязательного медицинского страхования, что, в общем-то, позволило врачам в соответствующих показаниях назначать это нашим пациентам. И значительные средства были потрачены на это, и продолжают тратить. Еще одна инновация в столичном здравоохранении касается лучевой диагностики. Москва пошла по пути масштабной стандартизации лучевой диагностики. То есть были разработаны единые стандарты для оборудования, стандарты оснащения. Не просто какой, в принципе, должен быть аппарат, а именно в зависимости от количества отделений, профильности, количества госпитализаций, пациентских визитов. Сколько должно быть разных аппаратов лучевой диагностики в каждой поликлинике, больнице. Какие к ним требования, причем требования повышенные. Например, все московские поликлиники по контрактам жизненного цикла будут оснащаться маммографами с томосинтезом. До недавнего времени это было, как сказать, эксклюзивом отдельных организаций. Это достаточно дорогая технология. А сейчас она становится стандартным оснащением московских поликлиник даже. Так же, как МРТ или КТ стали стандартным оснащением московских поликлиник. Почему? Потому что эта диагностика должна быть действительно доступной. Среди инновационных технологий, представленных на форуме, особое внимание было уделено интервенционной радиологии. Интервенционная радиология – это новая, непорно развивающаяся отрасль медицины, связанная с минимально инвазивными технологиями, которая позволяет проводить различные манипуляции лечебные, диагностические без больших разрезов, через небольшие проколы. Это новое направление, как во всем мире, бурно развивающаяся, довольно большой прорыв, который позволяет добиться стабилизации и улучшения качества жизни пациентов. В Боткинской больнице представлены все направления современной медицины. От экстренного хирургического вмешательства до операции на открытом сердце, до операции с использованием робота-довичи. И сегодня Боткинская больница – это самая мощная многопробильная клиника Москвы и России. Более 100 тысяч стационарных и миллиона амбулаторных пациентов пролечивается ежегодно. Это уже больше 8%. Но самое важное, больница и клиника оценятся не койками, а количеством хирургических вмешательств. 70 тысяч хирургических вмешательств под наркозом, под анестезией, выполняются ежегодно. Двухдневный онкологический форум проходил очно в Центральном выставочном зале «Манеж». Посетить же его благодаря онлайн-трансляциям могли врачи из любого региона России.